В первую очередь благодарность руководству телеканала «Импакт» за эту возможность выйти в прямой эфир и покрыть все 50 штатов Соединенных Штатов Америки. С доброй новостью, с Евангелием Господа нашего и Иисуса Христа на телеканале «Импакт». Мы с вами каждый воскресный день в 12.30 по Тихоокеанскому времени, в 3.30 по Восточному времени. И также сегодня мы выходим не только за пределы этих стен, чтобы покрыть нашим сигналом континент Соединенных Штатов Америки. В этот воскресный день мы и на ТБН Россия, огромнейшая благодарность руководству ТБН Россия за предоставленную возможность прийти с Евангелием Господа Христа в страны Западной Европы. Еще раз и еще раз. Огромнейшая всем благодарность. 21.30 Центральный Европейский пояс, 22.30 Киевское время, 23.30 Московское время. В следующих полчаса, как уже замечено было, мы будем в прямом эфире. На своем экране вы будете видеть номер телефона. Это номер голосовой почты. Если есть нужды, о которых вы бы хотели, чтобы мы с вами помолились, мы охотно это сделаем. Если вы предпочитаете электронный формат, вы всегда можете написать нам. Ну и небольшая просьба к нашим аудиториям, как ТБН Россия, так и здесь на Импакте, так и здесь, которые находятся здесь, в этом зале, чтобы принять слово Евангелие. Поощряем вас подписаться на наш YouTube канал Christian Faith Now. Christian Faith Now. Вы всегда сможете быть в курсе событий. И предоставляется доступ к огромнейшему архиву, где вы сможете пересмотреть наши собрания, загрузить какие-то проповеди и прослушать их в удобное для вас время. Церковь, давайте громкими аплодисментами пригласим нашу аудиторию. Моё сегодняшнее послание – уроки в доме Горшечника. Наш базовый текст – это книга пророка Иеремии, 18 глава. Книга пророка Иеремии, 18 глава. И мы прочитаем первые четыре стиха. Слово, которое было к Иеремии от Господа. И там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом Горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который Горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд. Скажи громко «другой сосуд». Скажи так, чтобы сосед услышал «другой сосуд». «Он сделал из него другой сосуд». Какой Горшечнику, мне нравится это слово. Какой Горшечнику вздумалось сделать. Он сделал с него, с той же самой глины, он сделал совершенно другой сосуд. Какой Горшечнику вздумалось сделать. Просуждаем об этом событии в жизни пророка Иеремии. Постараемся почерпнуть какие-то уроки для нашей жизни. И самое главное, моя цель всегда сводится к тому, чтобы мы смогли найти практическое применение этим уроком в своей судьбе. Итак, пророки Иеремия в доме Горшечника. Я не думаю, что дом Горшечника – это что-то было из ряда вон выходящее. Наверное, таким бизнесом, таким ремеслом занималось много людей, чтобы поддержать себя, чтобы кормить свою семью. И я думаю, что не составило пророку Иеремии больших усилий и найти очередной дом Горшечника. Правь ближайшему, я так полагаю. Думаю, что Горшечник и не сильно озадачивался тем, что за ним кто-то смотрит. Может быть, Иеремий оставался незамеченным. Но вот, что предстало перед его глазами. Горшечник очень много энергии, очень много своего внимания, очень много своих усилий употреблял для того, чтобы сделать сосуд. И на глазах у Горшечника, и так уж получилось на глазах у Иеремии, этот сосуд почти готовый, почти сделанный, почти законченный, вдруг разломался в его руках. Многопрошечникам были выручцы. Особенно, если продукт, над которым он работал последний час или два, или три, или, быть может, даже день, буквально в минутах от того, чтобы быть завершенным, от того, чтобы быть законченным, от того, чтобы быть идеальным, вдруг сосуд, над которым он работал, разваливается прямо в его глазах. И мы знаем, вне всякого сомнения, что Горшечник – это Бог. Мы знаем, что Библия, и это нас не унижает, называет нас глиной в руках Горшечника. Но что было удивительным для меня в этот раз, когда я перечитывал эти стихи Священного Писания, когда я перечитывал эту историю, что в другой раз, послушайте меня очень внимательно, в другой раз Бог работает над нами, индивидуально или корпоративно. Инвестирует свое время, инвестирует свои усилия, инвестирует свое сердце, вкладывает себя только для того, чтобы на его глазах сосуд, который он лепит, сосуд, который он делает, развалился. Мы с вами знали, мы с вами знаем, мы с вами наслышаны о том, и я, наверное, неоднократно делал ссылку на то, что Бог – это Бог второго шанса. Знакомо, да? Тысячного шанса Бог никогда не считает шансов, которые Он нам дал. Вы знаете, в чем проблема? Проблема не в том, что у Бога больше не будет шансов, которые Он смог бы нам дать. Проблема в том, что каждый шанс, который Бог нам дает, предусматривая, слушайте внимательно, предусматривает нашего сотрудничества с Ним. Я хочу сделать ссылку на слова апостола Павла, которые он оставляет нам в первом послании Коринфянам. Мы еще возвратимся к 18-й Иеремии. Первое послание Коринфянам, 3-я глава. «Волос поливал» – это 6-й стих. «Но возрастил Бог». Поэтому и насаждающий, и поливающий – есть не что, а все Бог возвращающий. Насаждающий же, поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Что дальше написано? «Ибо мы – соработники у Бога». Мы – Его сотрудники. Вы понимаете? Не имеет значения, сколько дождя небо прольет на землю. Не имеет значения, какое семя будет брошено в эту землю. Не имеет значения, какие климатические условия. Каждый шанс, который Бог дает нам индивидуально или корпоративно, предусматривает наше сотрудничество с Ним. Я повторю это еще раз. Каждый шанс, который Бог нам дает, предусматривает наше сотрудничество с Ним. Вы знаете, или я спрошу, почему так много людей никогда не увидели проявление своей мечты? Горели, были зажженными в своем сердце, мечтали о чем-то, потому что мечта ради мечты – это просто безводные облака. Для того, чтобы моя мечта, твоя мечта, наша мечта стала реальностью, мы должны научиться сотрудничать с Ним, сотрудничать с Богом. Почему так много призваний, которые Бог высвободил? Ведь же Он пленил плен и дал дары человекам. Почему так много призваний, почему так много даров, которые Он высвободил на людей? Они никогда не проявили себя, потому что наши требуют или подсказать с Ним. Мы Его соработники. Я скажу больше. Почему так много семей заканчивается разводом, разлетелись, разбежались, разошлись, как корабли в океане, потому что брак – это глина. И для того, чтобы этот брак стал сосудом в чести предусматривается сотрудничество с Богом. Ничего автоматически, ничего само по себе не происходит. Скажи громко, я соработник у Бога. И вот, когда мы уделяем этому время, когда мы дисциплинируем себя в слове, когда мы дисциплинируем себя в молитве, когда мы дисциплинируем себя в посте, когда мы дисциплинируем в молитве, когда мы не приступаем в молитве, мы уступаем себя для Него. Мы говорим Ему Бог, мы твои соработники. Знаете, можно тешить себя, можно тешить себя тем, что Бог даст мне второй шанс, Бог даст мне третий шанс, да, Бог даст и десятый шанс, но каждый Богом данный шанс будет потраченный в пустую до момента, когда ты, я и все мы вместе начнем сотрудничать вместе с Ним. Христос пришел к своему народу и говорит, послушайте, вот такую историю я вам предлагаю. Был один человек, этого человека было два сына, и это должна быть совершенная семья, безупречная, семья гармонии, согласия, мира, где все получалось, семья, которая стала не сойна. И вдруг, когда из этой семейной глины вот лепился этот сосуд, не все получилось. какая-то часть глины сказал отец, дай мне предлежащую часть имения, я поживу так, как я считаю нужным. Можно я выйду из рук горшечника? Можно я выскочу из руки этого дизайнера? Можно я поведу себя так, как я считаю нужным? Можно. И вот он уходит из родительского дома, уходит из родительского гнезда, уходит из родительских объятий, растратил абсолютно, абсолютно все. Послушайте, я хочу спросить риторически, если бы блудный сын пришел и раскаившись возвратился в дом отца, и потом по истечении какого-то времени еще попросил часть имения и опять ушел и расточил его с блудницами и потом опять возвратился и потом опять попросил часть имения и потом опять его расточил с блудницами и потом опять возвратился. Давал ли бы ему отец шанс? Конечно бы давал. Такой у нас Бог безграничных шансов. Он не считает шансы, но он хочет, чтобы каждый шанс, который он нам дает, мы вступили в сотрудничество с ним, чтобы мы сказали Господь от сегодняшнего дня и впредь мы твои соработники. И вот этот блудный сын, расточивший все, растративший все, оказавшись у свиного корыта, скорректируйте меня, я не прав, потому что я цитирую священное писание, пришед в себя. Он пришел в себя и сказал столько рабов, столько наемников в доме моего отца избыточествует хлебом, а я сын, умираю здесь от голода. Вот он решающий момент, я встану. Мое путешествие домой, это мое согласие быть соработником. Мое путешествие домой, это мое согласие опять починить себя рукам горшечника, это позволить ему сделать то, что только он может сделать. Скажет пасыр, почему мой голос значим, когда мы вместе прославляем Господа? Да потому что мы его соработники. Почему мой голос значим, когда мы собираемся на молитвенное собрание? Потому что мы его соработники. Почему моя жертва финансовая финансовая мы его соработники? Другой раз мы потеряли свой фокус, говоря о том, сколько шансов он может нам дать. Не имеет значения, сколько шансов он может нам дать. И я здесь, чтобы авторитетом Священного Писания заявить, что он не считает шансы, но он хочет, чтобы каждый шанс, который он нам дает, мы сказали, Господь, мы будем твоими соработниками для славы твоего имени и для целей твоего царствия. Иеремия был свидетелем этого. И сегодня Господь желает нам представить себя, как Бог, да, который дает шанс, но который ожидает от нас, что мы согласимся на сотрудничество, на работу вместе с Ним. Если ты здесь, закричи громко «Халлелуйя!» Вторая вещь не менее важная, вторая вещь не менее важная, когда пророк Иеремия пришел в дом горшечника, что он увидел? По сути, ничего не напоминало что-то из ряда вон выходящее, как я уже сказал. Самой главной вещью во всем этом процессе, я так полагаю, было кружало. Был горшечник, была глина в его руке, было кружало. Я хочу вам сегодня послание о том, что Бог это Бог процесса. И очень часто его процессы, они цикличны в нашей жизни, но мы сами по себе устроены так, что мы противимся циклу. Вместо того, чтобы согласиться с цикличным процессом Божьим, мы начинаем быть циничными в отношении самого процесса. Ну, кто может аргументировать против того, что каждые 24 часа наступает новый цикл. Каждые семь дней начинается новая каждые 52 недели начинается новый Попробуйте доказать мне, что Бог это не Бог цикла. Он ориентирован на процесс. И его процесс в нас, и его процесс через нас очень часто напоминает собой один и тот же самый цикл. И вот когда ты накружаешься, потому что голова кругом идет. Иремя смотрел за очень скучным занятием, просто вот кружало движется. Одна и та же траектория, никаких особых изменений, никаких фокусов, никаких фейерверков, все очень рутинно. И вот мы, особенно полноевангельская братва, мы срываемся на рутине. Потому что нас подстегивают фейерверки. Нам нравится что-то большое, помпезное, громадное. А Христос говорит, если кто-то хочет идти за мною, возьми свой крест и следуй за мной. Апостол Павел пишет своему сыну поверить Емофею, вникай в себя, вникай в учение, занимайся этим по воскресеньям. Ну сколько Библию можно читать? Я уже читал. Ну сколько молиться можно? Я уже помолился. Ну сколько поститься можно? Я уже попастился. Окружало продолжает свое движение. И другой раз мы не даем себе отчета, что с каждым циклом мы улучшаемся, с каждым циклом мы преображаемся, с каждым циклом мы становимся похожими на Него. То, что нам кажется очень скучным в очах Бога очень важно, потому что Он лепит из высокого употребления. Поэтому не против цикла, поэтому не отказывайся от цикла, каким бы рутинным Он не казался. Пусть сердце не возрастает, какой-то не поднимается какое-то негодование, наоборот. Да, каждый день я посвящаю себя слову, потому что кружало движется. Да, каждый день я посвящаю себя молитве, потому что кружало движется. Да, время от времени я посвящаю себя посту, потому что кружало. Мне кажется, что все остается таким же самым, но все не остается таким же самым, потому что каждый раз я становлюсь лучше, каждый раз я преображаюсь в образ Его, каждый раз Он совершает что-то внутри меня, и Он не успокоится до тех пор, пока я не буду похож на Него. Кто-нибудь воздайте Ему славу и честь в этот воскресный день. Итак, что пророк увидел? Пророк увидел, что сосуд, который горшечник делал, в который он инвестировал так много своего времени, так много своих усилий, так много своих стараний, он развалился. Бог – это Бог безграничных шансов, но Он ожидает нашего сотрудничества. И наше сотрудничество, наша работа с Ним всегда под сейчас очень часто циклично, потому что Бог сориентирован на процесс. Я же не наградно, наверное, мог говорить об этом, потому что, по сути, от самого начала, когда Бог представляет... Мы читаем первую главу книги «Бытие». «В начале Бог сотворил небо и землю, земля же была безвидна и пуста». Первое, что Бог сделал, Он сотворил. Он творец. Он – Elohim. Он способен сделать из ничего что-то. Это Его природа, это Его атрибут. Из ничего Бог делает что-то. В начале Бог сотворил небо и землю, земля была безвидна и пустая, тьма над местной, Дух Божий носился. Бог начал говорить силой Своего Слова, начал вызывать мир к существованию. Потом Он сотворил солнце, солнце явило, луна, луна явило, звезды, звезды явило, животные, животные побежали по земле. Рыбы, рыбы пришли в реки и океаны. Он творец. И неудивительно ли, что тот же самый Elohim, тот же самый творец, в первой главе, так сильно заявляющий о себе, во второй главе книги «Бытие» садит сад. Ну зачем? Можно было бы создать сад. Можно было бы силой того же слова приказать саду явиться. А Бог насаждает сад, потому что Он говорит, я не только Elohim, я не только творящий из ничего что-то, я в равной мере Бог процесса. Я повторюсь еще раз, очень часто именно в процессе мы срываемся, потому что нам нравится творческая его природа. Нам нравится его творческая атрибутика, когда из ничего что-то происходит. Ну, разве не забавно быть свидетелем, когда не было солнца, стало солнцем. Не было луны, стала луна. Не было звезд, стали звезды. Не было животных, побежали животные. А здесь процесс, семечко бросил, день прошел, ничего не поменял. Это тебе кажется, что ничего не поменял. Цикл запущен. Два прошло, ничего не поменял. Это нам кажется, что ничего не поменял. Цикл запущен. Месяц прошел, ничего не поменял. Это нам кажется, что ничего не поменял. Цикл запущен. потому что Бог ориентирован на процесс. Какая разница? Проснулся я, привел себя утром в порядок, прочитал Слово Божие или не прочитал, помолился или не помолился, на ходу или без хода. Как разница есть. Процесс пошел. Апостол Павел говорит Тимофею, вникай в себя, не в соседа. Вникай в себя, вникай в учение, занимайся сим, время от времени этого хватит. Будь среднестатистическим христианчиком. Нет, ты должен, я должен, мы должны стоять на голову выше. Вникай в себя, вникай в учение, занимайся сим постоянно, потому что процесс пошел. Да нам хочется иногда выскочить с этого кружала, нам хочется иногда сойти с него, нам хочется иногда сказать, сколько можно. Бог говорит, все нормально, процесс идет. Коршечник улыбается, мы становимся сосудом в его руках, сосудом чести. И пророк смотрит, как вы сейчас на меня смотрите. Как вы на меня смотрите. Пророк смотрит. То будет неинтересно. Делал, 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 делал. Развалился сосуд. Он не плюнул. Он... Можно в прямом эфире? Он... Он не сказал какие-то неценарии. Он так терпеливо поднимает эту глину и начинает процесс снова. Потому что он Бог второго, Бог третьего, Бог четвертого, Бог какого хотите шанса, но Он ожидает нашего сотрудничества с Ним. И Его работа с нами, она циклична. Процесс. Понедельник – процесс. Вторник – процесс. Среда – процесс. Четверг – процесс. Пятница – процесс. Суббота – процесс. Воскресенье – процесс. Да, как мы любим говорить здесь, быть может, я не там, где я бы хотел быть, но я уже не там, где был. Уже в следующий понедельник вещи, которые раздражали тебя, уже не раздражают. Люди, которые выводили тебя из себя, уже не выводят. Потому что мы с вами накружали, потому что Он работает над нами, и Он работает в нас. Послушайте самую лучшую новость, чтобы сделать сосуд, который Ему вздумалось сделать. Мы не просто проект на ходу. А, давай что-нибудь слеплю. Получится, не получится. Ему вздумалось. Он думал об этом. Он одел в сторону. Он смотрел повнимательнее, чтобы сосуд был сосудом, который Ему вздумалось сделать. Вы знаете, это настолько освобождающее, что я сосуд, который Ему вздумалось сделать. Я могу тебе не нравиться, но я Ему нравлюсь, потому что я сосуд, который Ему вздумалось сделать. А мы иногда гасаем за ветром, чтобы кому-то понравиться, чтобы кого-то уговорить, чтобы кого-то на свою сторону склонить. Послушай меня, ты сосуд, который Ему вздумалось сделать. И если ты нравишься Ему, это все, что может и должно значить в твоей жизни. И вот мы сегодня с вами закончим на том, чтобы от сегодняшнего дня и впредь ты вторил эту фразу сам себе. Сосуд, который Горшечнику вздумалось сделать. Я не ошибка, я не просто случайность. Я сосуд, который Горшечнику вздумалось сделать.